здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине сегодняшняя наша тема посвящена мужскому здоровью и сегодня у нас в студии находится врач уролог клинической областной больницы кандидат медицинских наук николай федорович беляков скажет николай федорович вот мужское здоровье вроде бы как не очень принято о нем разговаривать открыто и в тем не менее все-таки она волнует очень многих и как-то не принято говорить о репродуктивном мужском здоровье вообще и как правило люди не задумываются о том что вот вот у них там маленький ребенок например да и какое у него будет здоровье то есть о будущих внуках не 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 думают когда еще перед ними как бы да еще ребенок до будущих отец последующих детей то есть у их внуков да и поэтому как бы об этом не думается скажешь пожалуйста вот на самом деле мужское здоровье есть смысл о нем разговаривать и вообще вести до я беседы учитывая демографический провал 90-х годов мужское здоровье наравне с другим проблем выходит на первое место и естественно все чаще и чаще говорят о проблемах мужчина их здоровье вопрос об здоровье как бы молодых мужчин которые еще не родились или которые только делятся особо насущны и конечно они всегда подлежат достаточному большому вниманию еще ребенок находясь в животе матери он уже как бы находится под наблюдением проводится современного оборудование позволяет наблюдать его до тех пор пока он не родится уже находясь даже находясь в животе матери уже можно в принципе выявить какие-то проблемы если они конечно есть после рождения ребенок также наблюдается у ряда медицинских работников это прежде очень в первую в детстве неонатологи педиатры которые собственно то в их обязанность входит осмотр маленьких пациентов вот однако с родителей также как бы не снимается проблемы потому что внимательные родители также должны следить за ребенком и при этом при осмотре они могут выявить ряд проблем в первую очередь это конечно изменение половых органов младенца они могут выявить такие заболевания как водянку криптоархизм неопущение яичка гипоспадию то есть когда мочеиспускательный канал открывается не в нужном месте но также воспалительные явления то есть отек гиперемии вот и при этом обратиться к медработнику вовремя нужному специалисту ну собственно то вот получается что родителям уже нужно обращать внимание вот с пеленок на ребенка на его развитие ну собственно то я говорю внимательные матери они обращаются они обязательно осматривают делают туалет наружных половых органов они видят следят за развитием за состоянием половых органов потому что но что то что не было видно при рождении например в течение первого года может проявиться поэтому естественно конечно родителям надо внимательно наблюдать за ребенком но вот ребенок развивается да и значит мальчик подросток вот в каком возрасте сейчас все таки вот происходит половое созревание у мальчиков раньше были какие-то свои возрастные цензы сейчас может быть изменилось в силу нашего времени но все-таки вот какой то есть формат времени нет но в любом случае что половое созревание с означает где-то плюс-минус от 9 до 20 лет это очень важный период это как бы не менее важный период чем рождение там и развитие почему потому что до периода полового созревания как бы мальчика и девочка отличается друг друг только строением половых органов после этого как бы когда начинается вот пубертатный период то из мальчика формируется мужчина первую очередь это внешность конечно это рост костей скелета мышц ну естественно развитие половых органов естественно увеличивается полового органа не скелет мужчины как бы ну и все остальные внешние признаки формируется по мужскому типу ну в первую очередь появляется власть и не по мужскому типу это на лапке в подмышечных падях в падинах ломается голос то есть в целом в целом вот этот период когда именно если он протекает правильно то есть нет патологии пубертата то формируется нормальный здоровый юность так скажем подросток а есть какие-то вот факторы которые влияют а вот на замедление процесса развития подростка может какие-то или вредные привычки может быть или фактор ли среда обитания это подростка могут как-то влиять на его там развитие вообще мужской системы как показывает практика когда родители например пьющие родители там или какие-то интоксикации во время беременности или иногда стрессы то как бы замедляется развитие замедляется развитие это называется синдром неправильного пубертата то есть уже ребенок или замедляется или же развивается не совсем как бы правильно почему потому что все-таки половое созревание связано с повышенной выработкой мужского полового гормона тестостерона если выработка замедлена если выработка замедлено то следовательно развитие ребенка происходит не совсем как бы правильно да другой вариант это различные наследственные патологии на синдром план фильтра это то есть это генетическое заболевание где не происходит недоразвитие мужских половой желез и следовательно недостаток вырубки тестостерона это эндокринологические заболевания это который называет гипогонодизм вообще известным до которые нарушение вырубки различных гормонов также за нарушает вырубку тестостерона летать также происходит нарушение формирования вот ребенок а в последующем это тоже не кофе может отразиться на репродуктивной функции ну как правило очень мужчина как правило больные гипогонодизм больные синдрома план фильтра они бесплодны то есть в принципе тоже как бы заложено если вот это сформируется данное заболевание фактически шансов у них естественным путем по крайней мере чтобы возникла беременность у женщина от данных как бы особей маловероятно данных мужчин скажем а вот есть такое заболевание простатит и вот есть такое бытует мнение что вот после 40 лет а практически никому из мужчин этого диагноза избежать невозможно это на самом деле так или это все-таки миф или или есть какие-то и кстати есть какие-то могут причины которые провоцируют возникновение этого заболевания а может есть какие-то факторы которые наоборот замедляют или как бы но отсрочивает это топе возникновение заболевания ну простатит это очень серьезно серьезное заболевание ну что я знаю вообще понят что воспаление представитель железы ну как бы но здесь же комплекс не всегда воспаление заболевания потому что на сегодняшний день по принятой классикации как бы существует четыре формы простатита это острый хронический синдром хронической тазовой боли и а симптомный так сказать гистологический простатит ну чем они отличаются тем что в свою очередь но острый простатит крайне редко бывает крайне редко то есть перехлаждение связано с перехлаждением наличие мочега инфекции в организме хронический простатит вручить тоже он делится он делится по причинам на как бы на две большую группу это бактериальный то есть но он составляет всего 10 процентов и в принципе то достаточно трудно диагностированный и большая группа это а бактериальный простатит это все застойное явление то есть два вида застой является именно нарушение оттока секрет потому что предстательная железа это железный орган который вырабатывает массу секрет который как подвижность сперматозоидов так и эректильные функции вот и второй фактор это нарушение кровообращения то есть постепенно происходит застой крови венозной крови в малом тазу в результате чего также нарушается функции но на сегодня считается что простатит встречается где-то 40 процентов среди урологических больных достаточно высокий процент поражаются лица наиболее трудоспособного возраста от 20 до 45 лет на сегодняшний день выраженное омоложение то есть идет как бы младше 18 лет то есть например детские урологи уже говорят о том чем это связано вот с чем вот такой омоложение это омоложение идет с беспорядочной половой жизни подростков то есть ранее половая жизнь высокая заболеваемость инфекции передающийся половым путем который именно является часто не является причиной простатита является как бы стимулом развития данного заболевания то есть вот как бы создает предпосылки к развитию хронического простатита ну то что создается впечатление у что у мужчин старше 40 лет чаще встречается это не совсем так это не совсем так просто здесь уже идет перекрест с другим заболеванием это доброкачественной гиперплазии или в россии называют еще аденом предстательной железы поэтому создается причине что встречается чаще в целом как бы заболевание лечится созданы целые комплексы специально для лечения данных пациентов так что как бы ничего страшного нет но естественно если как бы жизни ничего не угрожает но если человек сам настроен да вообще обращается естественно желание здесь как раньше говорили старые урологи это простатит причина основная причина простатит это образ жизни то есть если есть простатит нужно поменять образ жизни что что какие сейчас стимул к развитию простатита сидячий образ жизни за компьютером в автомобилях значит в офисах никто не гуляет не прогуливается в спортзал и не ходят в бассейн на не ходят вот посылки нерегулярная половая же просто вот рак мужской вообще сферы да рак предстательной железы и там другие какие-то виды это довольно часто же патологии да это занимает не второе место в мире да по распространенности но в принципе да рак предстательной железы достаточно опасное заболевание действительно мужчина занимает второе место опасно тем что длительное время то есть какой-то специфической клинической косметики нету да то есть когда когда уже идут клинические проявления то есть чаще всего уже тоже достаточно далеко зашедшие стадии поэтому в россии в частности в ульянской области принято программа по ранней диагностике рак предстательной железы она принята в 2007 году был открыт центр мужского здоровья на базе ульянской областной клинической больницы были открыты кабинеты фельдшерские по ранней диагностики рака предстательной железы проводит всеобщее значит забор крови на простатический специфический антиген паса который да пса просто пса да вот потом сейчас все участковые терапевты врачи общей практике у них есть специальная анкета где и во первых они обязуют тоже больных старше 45 лет сдавать пса и также при заполнении от анкеты если есть нарушение мощи спускания не как бы рекомендуют больным обратиться обратиться к врачу урологу и вот последние данные значит у нас по ульянску то есть в 2010 году если ранее диагностика была 40 случаев на 100 тысяч то восемнадцатом году уже 50 случаев то есть в принципе эффект от данной программы есть она эта программа работает скажите а вот как часто нужно посещать мужского врача или уролога да вот ну на сегодняшний день вот считается что все таки раз в развить нужно паса раз в год сдать пальцевой ректальный обследование консультацию очень хочется чтобы нас услышали не только мужская половина до население ульянской области но и женщины да потому что очень многое от них зависит ведь если женщина действительно любит заботиться о своем мужчине да она его сразу спроводить в поликлинику даст какой-то толчок такой хорно в хорошем смысле слова для того чтобы он обследовался и было действительно таким полноценным и в семье и на работе везде да то есть это очень важно но для мужчин самый главный авторитет это женщина конечно конечно и всегда убеждаешься в том что вот действительно приходит мужчина в поликлинику да и действительно жена привела или маха там маму привела подростка то есть это очень важно поэтому такая забота серпасника а вот в целом у нас в ульяновской очень многое делать для того чтобы действительно переломить эту демографическую ситуацию чтобы это все улучшилось у нас и на самом деле очень много делается для этого и вот как вы считаете те шаги которые сейчас делаются они на самом деле вот очень эффективные нужно еще как-то вот нам все-таки еще больше всем миром как-то взяться вот как вы считаете собственно как бы мы всем миром взяли так и делаем то есть в принципе то стремление есть идет постоянно работа идет круглые столы консультации идет как бы открытие новых кабинетов для мужчин именно персонально для муж никогда не обращаешь что часть открыто может быть пока по каким-то причинам они недостаточно работают как бы не на сто процентов но я думаю что они постепенно наберут обороты будто будут открываться новые кабинеты также для мужчин я думаю что они будут оснащаться современным оборудованием по поводу диагностики не только рака предстательной железы но и других заболеваний в том числе и хронического простатита хорошо а вот возвращаясь все-таки вот к репродуктивной функции мужчин что нужно делать для того чтобы действительно вот ну как говорится с детства но еще вот я хочу вернуться к тому начал нашего разговора чтобы еще раз вот закрепить этот материал да что нужно делать с детства чтобы действительно как бы вот и репродуктивное здоровье было в норме да и чтобы потом стать как говорится отцом да и достойным членом общества ну в первую очередь сейчас об этом тоже много говорится это спорт конечно естественно то есть ребенок должен заниматься в меру сил конечно не профессиональным а именно спортом ну я знаю я как бы не вносить как сейчас школах но раньше всегда утром проводили утреннюю гимнастику занятия в спортзале ну просто прогулки естественно конечно здоровый образ жизни потому что ну смотришь 10 лет уже курит там пиво выпьют выпивает вот это конечно нужно исключить естественно здоровое питание здорово питание то есть сочетание здорового образа жизни отсутствие вредных привычек занятия физкультурой скажем так и конечно здоровые сбалансированное питание хочу хочу очень такой интересной теме она может быть немножко такая интимного характера но тем не менее вот ну понятно что девочки и девушки до женщины они как-то вот в плане гигиены они ну скажем так подкованы они как бы с детства уже знают что нужно там какие-то санитарные правила и все прочее да такие или личные гиены мальчик в этом плане немножко вот наше братство как-то не в этом плане отстает да вот как привить вот это воспитание вот гигиена да все таки вот подруги от это уже тоже очень много зависит здоровье репродуктивным и у мальчика и юноша и мужчин в дальнейшем мы здесь уже зависит вот уже здесь как бы курация отца здесь все зависит от откровенный разговор может быть обязательно стоят но все-таки культуру надо прививать даже целая культура естественно да но одно дело например как бы жители села и жители города это абсолютно разные субкультуры поэтому наверное может быть чтобы не был запрет как будто бы разговор в этом плане то есть тем достаточно интимны поэтому в любом случае в любом случае отец с сыном должен разговаривать как бы вот как бы широко вот это вот очень сложно разговаривать вот как на широкую аудиторию конечно не то лишь да потому что два человека они могут быть разные мнения вот индивидуально должна сюда индивидуально здесь как бы я с вами полностью соглашусь а вот еще возвращаясь все-таки вот к репродуктивным вопросом раньше считалось что если брак бесплодный то как правило это вот из-за женщины женщина начинает обследоваться ее крусть тут и да и в результате значит какая-то там трагедия катастрофа да там либо разводы либо еще что то ну то есть вот такие вещи сейчас подошли к тому что все-таки до 50 50 процентов практически случаев ну считается что мужчины в чем-то бывает в этом ну не виновны да но так сложилось до что причины причины являются да вот поэтому здесь как бы вот как ваше мнение на это все и вот с вашей стороны да это достаточно серьезная проблема процент действительно достаточно высокий но считается что 40 процентов на сегодняшний день это чисто мужской файта . а как бы 10 процентов до 50 это как бы причиной мужчина и женщина в любом случае мужской фактор присутствует 50 процентов вот но каковы основные причины можно разделить на три фактора это социально-ботовой это курение алкоголь это профессиональные вредности горячие цеха это излучение различные это один фактор второй фактор это вот чисто урологический ну что брикоцелли 10 процентов водянка крипт архизм даже вот честно сказать у достаточно взрослых мужчин встречается крипт архизм иногда вот и третий фактор это какие-то соматические заболевания соматические инфекционные заболевания прежде всего это эпидемический паротит или свинка там когда люди когда переболели краснуха который поражает ткань яичка это цирроз печени это хроническая почта недостаточность это сахарный диабет который приводит причин вот но еще существует такая небольшой процент это идиопатической так сказать бесплодие который когда причину мы не можем установить читать что причина не установлена я всегда говорю что этот случай когда у нас нет возможности установить причин но определенный процент конечно определенный процент достаточно сложно отличить но на сегодняшний день есть опять же государственные программы по эко экстракорпоральному оплодотворению в принципе есть квоты когда мы в течение девяти месяцев лечим но лечить и нему и лечит не мужчину конкретно лечит супружескую пару потому что мужчину нужно пролечить если например мы добиваемся нормализации эвакулята то гинеколог уже начинает готовить женщину то есть к чтобы наступила беременность если же например в течение девяти месяцев это не получается а сейчас уже говорят их шести месяцев то есть уже более индивидуальный подход то мы направляем на в рт то есть высокие репродуктивные технологии сейчас очень много уделяется доступности вообще оказание помощи в том числе первичной амбулаторной помощи в первичном звена вот урологи поликлиник до урологи в больницах да немножко это разные профили такие да но тем не менее вот попадание к урологу врачу по каким причинам все-таки должно этого происходить да и кто должен направлять и как это вот вообще происходит куда обращаться но силой патологии мы на сегодняшний день я считаю что все-таки доступность урологической помощи недостаточно она должна как бы быть более доступна тем более на сегодняшний день как бы облаторно урологической помощи не не является не входит в первую линию оказания помощи урологическим больным то есть первая линия это участковые терапевты врачи общей практики хирурги которые при но естественно конечно что если больной может попасть он попадает на прием к урологу врачи вот который заподозрит урологическую патологию и если у них как бы не хватает квалификации провести лечение они направляют к урологу на сегодняшний день это две недели до 14 дней вот но вопрос в том что все-таки например если мы берем пожилых людей с одном и да если время как говорится терпит в принципе 14 дней немного да но если мы говорим до 14 дней иногда это и раньше бывает там и через пять дней через семьи д у нас имеется 14 дней что мы должны вот этой рамки придерживаться даже мы должны вот но другой вопрос это больные вот молодых до который нужен зеленый сервис или дисфункции это больные с бесплодием тем же который в принципе здесь конечно нужно как бы немножечко ускорить этот вариант поэтому для этого идет открытие кабинет мужской удар вот планируется вернее чтобы как бы эти больные они как бы шли отдельным потоком то есть и имели возможность имели возможность получить определенное обследование сразу момент вступления то есть обратился определенный минимум сделать нету кабинета мужского здоровья в поликлиниках это большое дело конечно то что они сейчас у нас открыты это большой такой плюс это примут такой этап амбулаторной помощи очень хороший такой действительно дает эффект на самом деле не как точно может быть еще скажем вот о том что вы говорили что не менее не реже одного раза в год надо но вы перечислили несколько причин да вот таких урологических дать еще все таки скажем чтобы может наши телезрители да как бы тоже услышали по потому что надо вот сходить именно от врача уролога ну если естественно то есть жалобы даже если человек достиг возраста 45 лет он обязательно должен посещать возрастной такой рост да я даже считаю даже 40 лет по поводу ранее диагностика рака предстательной железы это естественно другая симптоматика это нарушение мочи спускания то есть юридическое давление то есть если человек начал чаще мочиться если какие-то резиска является до дискомфорт если он встает ночью естественно нужно также обратиться это может быть как простатит как если человек более взрослый аденома но естественно не исключается онкологии тоже может проявляться нарушение мочи ткани второй фактор это какой-то болевый синдром в мошонке промежности в паховой области также я бы порекомендовал обратиться к урологу ну нарушение потенции это естественно потому что если человек отмечает что не отсутствует тяга отсутствует влечение к половой жизни усталость утомляемость раздражительность появля появилась то следовательно здесь нужно обследоваться как на предмет нарушение каких сосудистых нарушения эректильной функции так и гормональное нарушение кроме того сейчас уже длительное время существует такое понятие как возрастной гипогононизм то есть когда пожилые мужчины теряют свои как бы функции за счет снижения вырубки тестостерона вот ну ну естественно бесплодие тоже является если например у человека в течение года нет не наступает беременность в семье естественно нужно сразу обратиться возможно сначала гинеколог обратиться после осмотра женщин гинеколог порекомендует мужчине обратиться кругу обязательно цепочку уже заработать сейчас мы очень много таких советов хороших далее да и я хочу вас просто как специалисты как врача уролога спросить скажешь просто многие занимаются самолечением там или народные средства или еще там какие-то методы да вот я хочу вы из ваш хуст прозвучал что не нужно этого делать чтобы они обращались к нам к медикам что мы всегда рядом да и всегда доступны сейчас очень высоком уровне у нас ульянской области хочу об этом сказать ну еще раз любое лечение должно проводиться только после того как был установлен диагноз это самое главное если диагноз установлен если не требуется хирургического вмещательства не требуется не какого-то медикаментозного антибактериальной терапии то после после данной ситуации нужно все равно спросить совета врача можно ли проводить вот от лечения народной терапии кстати у нас спрашивают очень часто больные спрашивают можно ли принимать или теле иные травы можно ли применять теле иные там источники использовать там какой-то поле логическое лечение поэтому если есть показания если нет противопоказаний мы никогда как бы не отказываем но сначала именно нужно убедиться в безопасности вот данного лечения которые планируют естественно конечно надо избегать шарлатанов конечно и не покупать препараты по рекламе в теле по телевидению ну по крайней мере нужно посоветоваться со своим лечащим врачом это обязательно несмотря на то что сейчас конечно много хороших препаратов рекламируется но с другой стороны очень много достаточно я бы сказал вредных препаратов спасибо большое николай федорович но вот такой сегодня у нас интересный откровенный разговор получился я всем желаю здоровья до новых встреч ваш доктор смирнов а а а